Здравствуйте, дорогие читатели! Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает видеопрезентацию лучших фильмов, снятых по книгам мировой классики. Классические литературные произведения всегда были и остаются актуальными в нашей жизни, во многом благодаря их отличным экранизациям. Мы сделали список достойных картин. Фрэнсис Скотт Фиджеральд и его Нью-Йорк. Начало 20 века. История та же о любви, ее подача, но ее подача заслуживает отдельного упоминания. Авторы фильма, отодвинув слегка литературу, создали современное и смелое прочтение романа. Картина полна бешеной энергетики, сбивающей с ног. Хрусталь ослепляет, шампанское льется рекой, а дорогие тачки носятся с сумасшедшей скоростью. Все это великий Гэтсби. Мир его – градус чувств, и веселье просто зашкаливает. Фильм снят по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Некоторые критики неоднозначно отнеслись к экранизации, назвав фильм всего лишь зарисовками отдельных сцен. Однако, какими красивыми были эти зарисовки. Атмосфера, костюмы, эмоции героев – и все это в эффектном визуальном сопровождении. Это необычное прочтение классики, которым, отбросив критику, можно просто наслаждаться. Киночтение любого произведения связано с огромным риском ошибиться какой-то мелочи и разрушить его до самых основ. Именно поэтому великолепная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» заслуживает особого внимания. Как же приятно видеть уважительное отношение к трактовке автора, его диалогам и атмосфере произведения, которую удалось воссоздать в этой картине. Максимально приближенная к первоисточнику экранизация одноименного романа Фёдора Михайловича Достоевского. Сам Достоевский вкладывает огромный смысл в образ главного героя, создавая прекрасного человека с большой и чистой душой. И мы это видим на экране. Да, он наивен и простоват, но также безмерно добр, честен и благороден. Разве это не лучшие человеческие качества? «Молодой навсегда, проклятый навеки» – слоган фильма, отражающий весь его смысл. Он снят по мотивам романа Оскара Уольда «Портрет Дориана Грея», который осудила вся английская критика. В нём мы видим яркую историю падения героя, морального и духовного, подкрепленную настоящей дьявольской загадкой. Кроме того, фильм рассказывает и о любви. Экранизация повести Антона Павловича Чехова «Палата номер 6». Удивительно то, что сам автор писал в одном из писем о ней. «Кончаю повесть, очень скучную, так как в ней совершенно отсутствует женщина и элемент любви. Терпеть не могу таких повестей, написал же как-то нечаянно, по легкомыслию. Мог ли Чехов знать, что спустя годы его повесть, иллюстрирующая страдания и безысходность, станет такой известной? В фильме, безусловно, живёт то же настроение и состояние души, что и в печатном тексте». Драматический сериал, снятый по роману чувственной и романтичной Джейн Остин. В книгах писательницы всегда живут образы хрупкой и одновременно сильной женской натуры, умеющей мечтать, мудрой и видящей мир в целом, а не отдельные его составляющие. Экранизация такая же лёгкая, местами ироничная, эмоционально наполненная, как само произведение. Отличная советская экранизация, получившая «Оскар» в 1969 году за лучший фильм на иностранном языке. «Война и мир Льва Толстого» – это роман-эпопея, киночтение которого было архисложной задачей. К счастью, авторы фильма справились с ней, не теряя тесной связи с источником. Они создали героев, полностью воплотивших книжные образы, и показали настоящую жизнь без фальши, излишней мишуры и вычурных диалогов. Фильм основан на романе Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста», но рассказывает совсем новую историю. Меняя грустные сюжетные линии и даже смысл романа, фильм все равно выдает зрителю настоящего Диккенса. Разменяв горькие слезы на счастье, режиссер подарил зрителям очень красивую сказку с невероятно отточенной и подробной иллюстрацией.